всем здравствуйте в этом видео я буду говорить о таком алкогольном напитке как кюмель это ликер и за границей в европе на западе он имеет очень даже такую заметную популярность но почему-то странах снг практически не распространен то есть много можно купить много продается в супермаркетах но о таком даже некоторые люди в принципе даже не слышали почему так произошло я даже не знаю вот может из-за его какой-то своеобразности или просто свое время кто-то его не разрекламировал но но о нем стоит поговорить о нем стоит знать его стоит попробовать особенно тех кто ценит какие-то элитные алкогольные напитки не просто так чтобы выпить а именно насладиться каким-то особым вкусом ощутить особую атмосферу приобрести какое-то особое настроение в этом может помочь такие вот элитные спиртные напитки как например кюмель и другие вот то есть многие слышали джин абсент самбука все это на слуху и реально если она действительно хорошего качества фирмена либо приготовлена самостоятельно но несет в себе вот такой вот заряд особого настроения из-за своих специфических ингредиентов поэтому я хочу рассказать и в этом ликер и потому что свое время петр великий даже создал в россии много заводов как много достаточно был вдохновлен побывал в европе этим напитком его описывали и поэты и писатели говорили о его особой душевной атмосферы но почему-то сейчас о нем забыли поэтому стоит вспомнить оценить попробовать на себе и может быть поставить его в своем баре наряду с вышеназвенными алкогольными напитками сразу скажу что этот ликер имеет специфический вкус потому что она ставится на таких ингредиентов например тмин укроп фиалковый корень то есть казалось бы ликер и такие вот ингредиенты вот обычно многие думают что раз ликер что-то сладенькое вкусно или по типу того ну вот не спешите сразу думать что это что-то получится невкусное или раз укроп значит будет что-то такое далеко от ликера нет эти все ингредиенты когда они вместе когда они правильно изготовлены настаиваются они дают очень интересный вкус очень специфический может да может быть не всем понравится ну кому-то и что-то тоже не нравится внутрь рыба не нравится так что это не значит что она невкусно правильно так же самое и с этим это просто надо попробовать также нанесет себе хороший заряд теплоты ну не знают какой-то душевности то чтоб обычный алкогольный напиток так просто не может дать вот есть ним какая-то своя нотка своя атмосфера своя душа у этого напитка так расскажу об этом вот значит из каких ингредиентов она состоит это анис это тмин это укроп и и дальше цитрусовые нутки нутки в нем содержится цитрусовые нутки вообще по основной технологии такому основному рецепту хотя рецептов его уйма и одни не похожи на другие но вот основной как бы считается это надо добавлять померанцевую корку но достать ее в принципе не всегда и всем удается особо не самый распространенный такой ингредиент то есть от цитрусов это это гибрид по моему вывели его счет а там с мандарины или с апельсином я не знаю сам не знаю вот своя история у него вот в общем этот померанцевую корку не всегда легко достать но ее легко заменить ее легко заменить это можно взять корку помела и соответственно корку мандарина также многие кто делает этот напиток советуют пробовать заменить мандарин может лимоном вместе с коркой помела либо либо просто взять корку зеленого апельсина высушенную цедру то есть в принципе заменить это вполне возможно тем более что это не есть основной ингредиент это лишь легкий оттенок цитрусовые такие нотки этого померанца поэтому его легко заменить вот такими вот ингредиентами основные конечно же это тмин и укроп тоже но в основной конечно ингредиент этот мин тот что несет себе вот этот вот эффект легенд общее происхождение кюмеля множество потому что он уходит в корнями в историю то есть какой-то одной выделить нельзя но важно в том что его всегда он где-то занимал знатных домах узнать им свое место в баре то есть его употребляли его любили его восхваляли и в принципе мы сейчас можем тоже насладиться этим напитком эти ингредиенты все достаются легко можно купить через интернет или где-то на базаре где продается семена то есть это не какие-то такие ингредиенты которые сложно доставаемые нет их легко достать при желании и прикоснуться к чему-то высокому что ли такому вот необычному просто скажу можно также пригласив гостей или друзей удивить таким вот оригинальным напитком я думаю многим она понравится многим запомнится многие захотят этот рецепт у вас взять или кому-то просто прийти в гости на день рождения может быть какой-то праздник и подарить такую сделать бутылочку красивую самодельного кемеля сказать вот что это кемель дать попробовать и заинтриговать публику соответственно ингредиентов берутся это аниса и тмина по 50 грамм 20 грамм укропа и 20 грамм фиалкового корня фиалковый корень не знаете его назвали фиалковым корнем но его называют фиалковым корнем хотя это не фиалковый корень это корень ириса назвали вас крае throughout каван корнем потому что он применяться как в этим там где делают духи арома всяких сферах вот таких вот потому что он имеет приятный вкус добавляет в кулинарии добавляет и алкогольные на литые напитки То есть, этот корень имеет приятный запах, особенно настоянный на спирту, он добавляет очень-очень хороший аромат. На самом деле, это фиалковый корень, это корень ириса. Также оно легко покупается в интернете или где-нибудь еще. Сейчас выгоднее заказать в интернете, быстро. Его нужно 20 грамм. И желательно брать уже перемолотый, потому что он иногда продается целый, и потом его перемолоть довольно-таки проблематично, если слабая кофемолка, то есть, перемалывается он плохо. Лучше брать уже молотый. И по 15 грамм, соответственно, берем корки мандарина и корки помела. Вот я их уже взбил на кофемолочке, высушил, взбил. Также можно заменить мандарин лимонной коркой, то есть, можно 15 грамм лимонной корки, 15 грамм помела. Либо на самый крайний случай можно, как я уже говорил, то есть, незрелый еще зеленый апельсин, тоже корку его высушить. И вот оно даст вот эту вот цитрусовую нотку этого померанца. Ну, приготовление совершенно просто. То есть, когда мы уже достали, взвесили ингредиенты, все, все они перед вами, все, что нужно. Нам это надо настоять на спирте. Спирт можно взять, это нужен примерно 50-ти градусный спирт. Вот, также я же говорю, что есть много рецептов кумеля, есть и когда он 40-градусный, и 38-градусный, по-моему, и 30-градусный. Более-более классический, более крепкий, более такой, по-нашему, интересный рецепт. Это, я бы сказал, вот такой вот 50-ти градусный спирт. Спирт можно разбавить. Как разбавлять спирт, это можно посмотреть в интернете, есть специальные калькуляторы. То есть, если у вас достанется там 70-ти градусный или 90-градусный спирт, его можно легко разбавить до 50-ти градусов. Также можно использовать, конечно же, самогонку, у кого есть такой ингредиент, или есть знакомая бабулька, которая гонит его, может, и не бабулька, почему именно бабулька. Со спиртом, надеюсь, не возникнет проблем, у кого будет желание. Значит, 50-ти градусный спирт. Значит, надо 3 литра 50-ти градусного спирта и вот эти ингредиенты, что я назвал, по 50-ти грамм аниса и тмина, то есть, 50-ти грамм тмина, 50-ти грамм аниса, 20-ти грамм укропа, семян укропа, сразу уточню, и фиалкового корня, то есть, корня ириса 20-ти грамм, и по 15-ти грамм помела, корочки сушеные, измельченные, 15-ти грамм мандарина. Всё это засыпается. Можно даже всё это взбить ещё раз на кофемолке. И семена, например, чтобы оно быстрее и лучше отдало все свои ингредиенты, все свои соки, спирту. Но я не буду этого делать. Пусть лучше настоится, пусть, может, подольше настоится. Это так не принципиально. Настаивать его надо минимум 2 недели, можно чуть больше, то есть, от 2 до месяца, вот так вот. По идее, оно должно вытянуть все свои соки. То есть, настаивать на 50-ти градусном спирте 2 недели. Так, значит, на 3 литра 50-ти градусного спирта, вот эти вот граммы. Сейчас я засыпаю. И пусть себе настаивается. Помимо, стоит добавить ещё, как я сказал, уже очень интересного вкуса этого напитка и хорошей душевной атмосферы, которую он создаёт, поэтической, я бы сказал, такой тёплой. Вот. Он ещё в своё время считался и считается до сих пор лечебным напитком. То есть, если его пить не литрами, а пить по чуть-чуть, пить как лекарство, как говорится, старая заедженная фраза. Всё лекарство и всё яд, всё зависит от количества употребляемого. То есть, лечит оно там, есть в интернете, это можно почитать, свой список заболеваний, которые примагают. Ну, плюс, в принципе, это ещё укрепляющее, тонизирующее средство. Также оно считается в некотором смысле афродезиаком, то есть, улучшает и интимное настроение, если так можно выразиться. То есть, мужскую силу, мужское настроение. Ну, в принципе, в этом всём роде. То есть, тмин, в принципе, издревле. Такой ингредиент, который лечебный, то есть, это не просто какое-то приправа где-то, или тот же самый круп. Это очень хороший продукт, который обладает многими свойствами, задерживает много элементов, которые очень-очень даже полезны нашему организму, который укрепляет его, тонизирует, излечивает и помогает нашей лучшей жизни, я бы так сказал. Чем здоровее мы, тем больше шансов чего-то хорошего добиться. Так, то есть, всё делается элементарно, засыпается, перемешивается, желательно на протяжении этих двух-трёх недель или его ещё взбивать. Ну, то есть, не взбивать, а перемешивать. Вот. Чтоб хорошо вытянул спирт все свойства. Далее я делаю ещё такую штучку всегда, когда я что-то настаиваю, чтобы ничего не выветрилось. Положить при комнатной температуре, где-то в тёмное место, чтобы он себе хорошо наш кемель настаивался. Вот так это и было. Чтоб это, может быть, не слетела крышка в редких случаях, такое может быть, либо где-то не просочилось, не оспарилось, если будет температура вдруг высокая. Чтобы он себе хорошенько настаивался. То есть, если кто-то знает ещё какие-то подобные рецепты, оставляйте комментарии. Кто попробовал, кто сделал, кто пробовал раньше, как понравилось, какой эффект. И какие ещё, вы знаете, оригинальные, элитные, алкогольные, спиртные, напитки необычные. То есть, не те, что у всех на слуху, а может быть, что-то есть, что забыто. И стоит внимание. Оставляйте комментарии, рецепты. Если эта тема кому-то будет интересна, может быть, стоит выпускать серию таких видео. Как делать и обычные. Элитные алкогольные, напитки, например, как Абсент. Стоит снять видео, выставить. Это будет интересно. Сам Бука. В принципе, многие знают, как это делать, а многие и не знают. Или тот же самый Джин, который сам по себе очень хороший, лечебный. может быть полезен многим. Так, вот, в общем-то, вся технология. Самое сложное, скорее всего, это собрать все ингредиенты, достать. Может быть, даже самым сложным ингредиентом окажется спирт, потому что в связи с некоторыми обстоятельствами это не такой недоступный ингредиент. Далее остается прилепить число, когда это все делалось, чтобы не забыть. Это так иногда кажется, что помнишь, помнишь, а потом думаешь, и когда его сделал. И все. Все готово. Оставляем на 2 недели, 2-3 недели, потом процеживаем все через марлевый фильтр. У кого-то, может быть, получше есть ватный, ватно-марлевый фильтр. Такое, в принципе, самоотдельное можно сделать, или какое-то лучшее. то есть от всех вот этих ингредиентов, которые он в спирт все, что нужно, впитает в себя, вытянет все нужные соки, а остальное нам уже не нужно. То есть это все отжать, выдавить, и получится чистый, красивый напиток кюмель.